В этом списке мы рассмотрим самые пугающие битвы с боссами в играх последнего поколения. Повторимся, что мы включили сюда игры только этого поколения. Так что всё, что вышло раньше 2013-го, не считается. Так что, простите, мистер Фрис, хотя вы всё равно останетесь для нас самым хладнокровным злодеем. Меня зовут Виктор, и я не очень-то люблю страшные игры. Хотя не говорю, что не покупая их время от времени, надеюсь пройти хотя бы одну. Но обычно мне хватает 20 минут, чтобы забросить игру. Ну а если вы хотите посмотреть, как я играю, то можете подписаться на канал Виктор Диктор. Там я периодически стримлю и общаюсь с вами. Ладно, давайте начнём. Номер 10. Нечто из космоса. Darkest Dungeon. Мы уже слышим вопросы. Что это вообще за штука? Сейчас вы наблюдаете древнее существо, которое пробралось в и без того пробирающего до костей пошаговую игру. Это чудовищная смесь лошади, человека и кристалла является одним из самых жёстких мини-боссов из дополнения в The Color of Madness. Он устойчив к оглушению и способен вызвать групповой стресс у вашей команды. Кроме того, за два хода он может полностью исцелиться от любых болезней прямо во время атаки. Лучше всего сесть и обдумать план действий, перед тем, как пытаться убить это чудовище. Поверьте, это дельный совет. Номер 9. Ведьмы с кривоуховых болот. Ведьмак 3. Дикая охота. Этих трёх ведьм, пряху, шептуху и кухарку, живущих на болотах Велена, почитают и боятся все местные, называя их хозяйками леса. Конечно, они выглядят привлекательно, когда Цири впервые их встречает. Но в реальности это уродливые старухи, которые ищут кем бы перекусить. Ну и варящие всевозможные отвары, чтобы сохранить молодость и выглядеть как ведьмы из Беверли-Хиллз. Оу, я проспойлерил будущее дополнение. Ай, постарайтесь не попасться на их красоту и шарм. Это будет худшее и последнее свидание в вашей жизни. Номер 8. Великий змей. Секиро Шэдоу Дай Твайс. Змеи. Почему всегда змеи? Если вы думали, что From Software сжалятся над игроками в последней своей игре, вы глубоко ошибались. Встречайте великих змеев, стражей прохода Затонувшей Долины. И хотя технически они считаются боссами, большую часть времени вы потратите на уклонение от их атак и удирания, чем на саму битву. Они не самые наблюдательные и умелые охотники, но чертовски упорные. Они будут хватать вашу перерожденную пятую точку снова и снова, потому что в их немигающих глазах вы всего лишь еще одна милая маленькая мышка. Номер 7. Дьявол. Капхэ. Хоть эта игра и имеет рейтинг 0+, то есть для всех, вряд ли с хозяином преисподней справятся маленькие дети. Конечно, предыдущие боссы тоже были довольно пугающими. Например, клоун Беппи или Хильдеберг. Но дьявол — это что-то особенное. На первой стадии битвы все довольно просто. Однако, как только начинается вторая фаза, становится очень даже не по себе от визуальных эффектов, которые иногда заполняет весь экран. А потом, чтобы втереть немного розовой гималайской соли вам в рану, если вы проиграете, пушистый принц тьмы покажет вам оплавленные останки Капхэда и Магмана. Хммм, вкуснятина. Номер 6. Фуууу! Владычица пауков — Дум. Можете запереть нас кибердемоном, и мы потратим на него каждый патрон в каждой пушке. Заприте же с владычицей пауков, и нам придется смириться с судьбой и сдаться. И хотя в первых частях это существо было не таким уж и страшным, перезапуске оно давит как на арахнофобию, так и на боязнь роботов. Если меня слушает Скайнет, роботов я обожаю. И что же испугало нас в этом членинстоногом сильнее всего? Эти огромные размеры, клыки, гигантский мозг, выпирающий из головы? Или может скорострельные плазмометы и способность бить током всё вокруг? Поставим галочку на всё вышеперечисленное. Номер пять. Ром, праздный паук. Бладборн. По крайней мере, владычица пауков не могла порождать маленькие копии себя, как настоящий паук. Однако этот экземпляр — просто ночной кошмар для арахнофобов. Возведённый вместе с другими боссами в ранг «О боже, сожгите его к чертям», этот великий поселит в вас ужас, как только вы увидите, что его неповоротливая туша выбирается из озера лунного отражения. Серьёзно, посмотрите на него. Вся его анатомия настолько неестественна и отвратительна, что не хочется приближаться к нему на расстояние взмаха меча. Добавьте к этому ещё его бесячую привычку телепортироваться. Не удивляйтесь, если после него у вас появится острое желание распылить по всему дому спре от насекомых. Номер четыре. Маргарита Бейкер. Resident Evil 7 Biohazard. Один из самых запоминающихся способов, вернувший эту серию в разряд лучший из лучших, состоял в том, что каждый член семьи Бейкер олицетворяет собой поджанр ужасов. Джек — это фильмы-слэшеры. Лукас — психологический хоррор. А Маргарита — эмммм, анатомический ужас. Без сомнения, у Capcom получилось вызвать у нас рвотные позывы дизайном этого персонажа. Серьёзно, что может быть отвратительной старой бабки, чья нижняя половина — это чёртов жучиный улей, а изо рта иногда выползают сороконожки? Мы, конечно, одолели этого босса, но какой ценой? Ценой обеда и ужина и завтрака на ближайшие три дня. Номер три. Амальгама Альфа. The Evil Within. Многие из демонических существ, обитающих в этой адской игре, могут вызвать паническую атаку. Хранитель готов пожертвовать жизни, чтобы не упустить вас. А Смотритель так вообще просто отвратительный ком непонятной субстанции. Попробуйте сказать это быстро пять раз подряд. И хотя остальные боссы тоже хороши, это место мы даём Амальгами Альфа, чудовищному отродью, состоящему из мутировавших частей тела. Лучше не попадаться ему на пути, а то в один миг превратитесь в окровавленный блинчик. К счастью, есть способ по-быстрому проскочить драку с ним. Просто спрячьтесь за колонны и стреляйте. Главное, запаситесь замораживающими патронами к Магнуму для второй фазы. Иначе конец. Номер два. Panzer Murder. Call of Duty World War II. Когда вам кажется, что зомби-нацисты исчерпали свою способность испугать вас, появляется эта больная фантазия Кроненберга. Сделанный целиком из плоти и металла. Бронированный монстр, кем ему ещё быть, кроме как последним боссом? Он точно испортит вам вечер. Для справки. Я как настоящий хаббер-убийца победил его. Да, неважно сколько на вас брони. Секрет наружа Рейха быстро избавит вас от неё, если вы задеваетесь. Постарайтесь не смотреть слишком долго на его отвратительное тело, а то из уничтожителя зомби вы превратитесь в нечто испуганное и совсем не зомби-убийственное, потому что вас убили. Наслаждайтесь. Прежде чем раскрыть наше первое место, пройдёмся по нескольким отвратительным чудовищам, не попавшим в топ. Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде чем продолжить, напомним, что вы можете подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Вы можете включить уведомления обо всех роликах или только о некоторых. Зайдите в настройки и включите их там, если смотрите с телефона. Номер один. Photoshop Flowey, Omega Flowey, Undertale. Садоводство навсегда испорчено для нас. Когда-то он был милым, хоть и ненормальным. Цветком с мечтами о всесилии, но сейчас это пугающее слияние цветка, стоковых фотографий и жутких образов. Flowey засоряет экран ростками и ракетами в надежде насмерть вас убить. И с каждой попыткой он становится всё более диким и гротескным. Битва с ним — это утомительная пытка длиной в 10 минут. Так что не удивляйтесь, если после этого вам понадобится старый добрый священник, а ещё молодой священник, пенообразный матрас, энергетики и немного экзорцизма, чтобы прийти в себя. Я уже говорил про канал Виктор Диктор. Если да, то извините, а если нет, то ссылка на него в описании. Ну а вы согласны с нашим выбором? Посмотрите другие отличные видео на WatchModern Russia, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых роликах.